Здравствуйте, уважаемый телезритель! Это снова программа Акцент и я ее ведущий Юрий Алаев. В студии у нас сегодня достаточно нетривиальный, скажем так, гость. Генеральный директор телеканала или телекомпании просвещения, исполнительный директор Международной ассоциации студенческого телевидения Владимир Евгеньевич Косинчук. И мы поговорим о перспективах как просвещения в целом, телевизионного просвещения в том числе, так и о перспективах развития студенческого телевидения в России. И, насколько я знаю, Владимир Евгеньевич, не только в России, но и в странах СНГ вы затеяли очень большой, очень масштабный проект. Но у нас не очень много времени, поэтому давайте сразу, без разбега. Я знаю, что 7 лет примерно существует телекомпания просвещения. Я посмотрел, конечно, кое-что из того, что вы делаете. Обратил внимание на то, что в сетке программ телеканала просвещения есть даже боевое искусство. И есть изумрудный скрижаль, намекающий на великое знание. То есть достаточно разнообразная сетка. Но то, с чем вы приехали сейчас в Казань, то, чем вы сейчас непосредственно занимаетесь, вы, ваши единомышленники, с моей точки зрения, выходит далеко за рамки существующей программы, существующей концепции телеканала просвещения. Давайте, если можно, в нескольких словах охарактеризуйтесь, пожалуйста, этот проект, а потом мы немножечко углубимся в подробности. Юрий, ну, прежде всего я благодарю вас, что пригласили меня к себе в гости на вашу передачу. Я благодарю телезрителей, которые нас смотрят и которые вынесут после нашей передачи свое мнение о телеканале просвещения, Международной ассоциации студентского телевидения, которую я тоже возглавляю. Да, вы правы, проект действительно большой, грандиозный. Ну, он, к счастью, родился по инициативе студенчества. Именно студенчество запросило такой проект. Именно они были инициаторами создания Международной ассоциации студентского телевидения. Еще несколько лет назад я говорил о том, что надо консолидировать медийную сферу наших образовательных учреждений, да и не только образовательных учреждений. Медийная сфера сегодня нуждается в тряске. Она нуждается в консолидации и создании общего информационного пространства. Страна у нас большая, многонациональная, многоконфессиональная. Тем более мы обязаны доносить ту информацию, которая происходит в том или ином регионе, до других потребителей информации. Для правильного решения определенных задач, которые стоят перед нашим населением, перед правительством, перед молодежью, перед структурами, которые занимаются молодежной политикой. Ведь вы же знаете, что молодежная политика, она или есть, или нет. Если нет молодежной политики, то это тоже молодежная политика. Так вот, Международная ассоциация студентского телевидения направлена на создание общеинформационного пространства и не только на это, но и на консолидацию молодежи в грамотности освещения тех или иных событий, которые происходят в нашей стране или за рубежом. Почему международная? Вы знаете, если честно, мы действительно сначала хотели создавать эту структуру как национальную, но после выхода на меня представителей вузов Армении, Белоруссии, мы приняли решение, что мы не можем оставлять ее только российской, она должна быть международной. И сегодня это факт. Вузы из Казахстана, Армении, Белоруссии, они тоже вступают в МАСТ, и мы начинаем создавать именно и решать те задачи, которые стояли. В целом я понял замысел, ну если угодно миссию, но вот вы упомянули о том, что необходимо создавать единое информационное пространство, стоят вопросы консолидации, но у нас существует первый канал, если говорить о России, существует большая тройка телекомпаний, которые в общем и целом занимаются тем же самым, обеспечивают единое информационное пространство. Государственный телеканал, если иметь в виду холдинг ВГТРК, озабочен в первую очередь тем, чтобы была донесена до людей, до общества, политика государственная в различных вопросах. Существуют нишевые каналы, да, я сейчас не буду говорить о развлекательных сугубо, ну например культуры. То есть поляна, извините за упрощенное такое, за вульгарное определение, она в некотором смысле занята. Вы, насколько я понимаю, собираетесь вот сформировать такую консолидированную аудиторию, состоящую из студенчества и по-видимому то, что называют профессорско-преподавательским составом. Юрий, давайте я буду рассказывать. Вы не будете предполагать, а будете меня спрашивать, а я буду рассказывать. Ну вот я сейчас прошу вас уточнить. Смотрите, вы правы, действительно есть федеральные каналы, которые доносят точку зрения или производят и показывают программы, которые нацелены на определенную аудиторию. Вы преподаватель, я тоже преподаватель, я доцент в Московском государственном гуанитарном экономическом университете. И как-то две пары я посвятил только одной задаче, только одной проблеме. Что вы смотрите, какие блогеры вам интересны и почему. И вы знаете, я столкнулся, и для вас, я думаю, это не секрет, что молодежь не смотрит федеральные каналы. Это так. Что же они смотрят? Они в соцсетях. Ютуб, например. Что они там смотрят? Ну вы знаете, соцсети, они тоже разные. Ютуб, ВКонтакте, они все предназначены для определенных целей. Ютуб, это посмотреть видео. ВКонтакте, это быстро первые секунды посмотреть, а потом отбросить, если неинтересно. И так далее. Так вот, МАЗ занимается как раз соцсетями. И каждой соцсетью отдельности, зная, кто является потребителем этой соцсети. Вот этим никто не занимается. Именно комплексом. Так вот, продолжу своему. Портал, который создан Мастом, он будет направлен как раз на эту молодежь, которая не смотрит, не вовлечена в просмотры на федеральных каналах тех или иных передач. Мы прекрасно понимаем, что сегодня нужно молодежи, как они активны в соцсетях, чем они занимаются. Ведь не секрет, что блогерское движение, оно возникло тоже ведь не сегодня и не вчера. Рано или так или иначе, его пытались повторять и наши... Можно назвать капицу-блогером? Которого? Старшего, младшего, того, кто вел передачу? Конечно. Ведь он же собирал вокруг себя такую аудиторию. Все интересовались наукой, техникой, изобретением. Так вот, сейчас Маст создает программу создания блогерства по семи направлениям. В том числе и технической, и творческой, и культурной. И эти блогеры должны именно эту информацию доносить до потребителей. Представь себе, будет блогер, который будет понятным, интересным и качественным видеоматериалом обеспечивать информацией молодежь по новым инновациям в технологиях. Будут его смотреть, но, наверное, будут смотреть те, кому это интересно. Ну да. И я думаю, что вот это направление, работа с соцсетями, оно будет основным для Маст. Нас интересует не вся аудитория, я уже много раз повторял. Нас интересует та молодежь, которая сегодня социально активна, и которая завтра будет управлять страной. Нас интересуют ботаники. Нас интересуют люди, которые будут, и которым интересно получать информацию. Сегодня я, когда ходил по университету, по музеям, мне Светлана, это руководитель музейного комплекса, рассказала одну очень интересную вещь, что сыновья, не помню, как фамилия сыновей, но это сыновья купца второй гильдии, продали отцовский дом после его смерти, и все деньги потратили на образование, уехали за границу. Так вот наша задача, чтобы молодежь пыталась, хотела получить именно качественное образование, а потом вернулась в Россию, если она ее получает за границей, и работала здесь, на благо страны. Я думаю, что это не высокопарные слова, это действительность сегодня, о которой говорят все. Владимир, вопросов нет. Конечно, это очень благородная задача, но вот вы сказали, вот наша аудитория, то есть мы хотим вот этих привлечь, мы заинтересованы вот в этом. А простой и довольно, может быть, грубый вопрос. А вы чем их планируете заинтересовать? Что вы должны, что вы можете, я подчеркиваю, можете, а не хотите, это разные немножко вещи, мы с вами понимаем. Что вы можете предложить этой аудитории, чтобы ее вовлечь? Потому что, ну, блогерство, это все хорошо, но, насколько я понимаю, все-таки телекомпания и какая-то ниша блогеров, это, ну, не покрывающие друг друга, вернее, не тождественные, не равновеликие величины. Дело в том, что мы изначально, когда создавали ассоциацию, мы рассчитывали и планировали охватить только аудиторию вузов, где есть медиа-центры, то есть медийную составляющую нашей молодежи. У нас не было таких амбицированных задач на тот момент, которые возникли сегодня в результате работы Масла. Да, мы думали, что медийщики, обучающиеся в тех или иных вузах, где нет достаточных технических средств для практикоориентируемых занятий, мы думали, что это будет нацелено на них. Сегодня это немножко не так. Программа «Медиакузница», которая выходит регулярно раз в неделю, собирает до 75 тысяч просмотров. В месячном, ежедневном, месячном. В месячном, да. Ну, я думаю, что если... К примеру, ролик, который был посвящен конкурсу на лучший медиа-центр, собрал 120 тысяч просмотров. 120 тысяч. Участвует сегодня в этом конкурсе 95 вузов. А судьи кто? А судьи. Россия имеет сегодня. Ваш покорный слуга входит. И все представители вузов, где есть, создано представительство МАС. То есть, вот те 128 тысяч просмотров, давайте будем считать, что это 128 тысяч людей, они не имеют возможности ранжировать. Они сами не могут, профессиональные жюри оценивают, а не они оценивают. Нет, есть, конечно. Есть такая возможность. Конечно, как в любой демократической... Конечно, конечно. Голоса зрителей, голоса этни, конечно, есть. Да, да, да. То есть, учитывая, потому что это один, вы понимаете, прекрасно, это один из факторов вовлечения. Если мой голос что-то значит, ну, конечно, я немножко по-другому буду смотреть на все это хозяйство. И я, честно говоря, и не только я, многие были удивлены, что 95 вузов подали заявки на участие в этом конкурсе. Значит, какая-то потребность сейчас ощущается. Значит, мы почувствовали эту волну. Действительно, потребность есть. Ведь сегодня, вы знаете, что 90-80% людей, которые работают в нашей сфере, медийщиков, они не профессионалы. Они заканчивали журфаки, они не учились на телевизионщиков. Может быть, и к счастью. В ряде случаев, скажем так. Давайте, давайте не будем так говорить, а то все пойдут, не учившись у нас, тогда наши факультеты останутся у меня студентов. Да, есть опасность, да. Я думаю, что это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, неплохо. Но к чему я это начал? К тому, что эти люди тоже хотят получать знания наших профессий. Понятно, он хороший историк, он классный специалист в области радиоэлектроники или коллайдеров. Но ему не хватает медийного, медийной составляющей для того, чтобы объяснить своим зрителям, людям, как коллайдер работает. Так вот, мы как раз и можем им в этом помочь. А МАСТ это та точка, где каждый вуз, у которого есть эти специалисты, смогут прийти и предложить свои услуги на коммерческой основе или на какой-то другой взаимно выгодной. Этим людям стать профессионалами в области медийщиков. Ведь, посмотрите, очень часто такие руководители, как Виктор Антонович Садовничий, как руководитель вашего университета, говорят следующее. Давайте сначала возьмем специалиста, готового, историка, химика, физика, а потом дадим ему компетенции медийщика. И тогда он как будет рассказывать? Его все будут слушать, они его заслушаются как капицу в свое время. Вот я считаю, что мы должны таких растить. Вот смотрите, очень интересный нюанс сейчас обозначился в нашем диалоге. Этот вопрос я задавал себе до эфира, когда вот уже узнал, что вы приезжаете с таким большим масштабным проектом. Вот когда мы говорим студенческое пресса или там студенческое телевидение, мы все-таки что имеем в виду? Это вот студенческое телевидение, это телевидение для студентов или это телевидение, которое делается студентами? Сейчас вы сказали, извините, я закончу. Сейчас вы сказали о функции подготовки специалистов, да? То есть о том телевидении, которое делается студентами и студенты вырастают профессионалом. Но задача консолидации, вовлечения в какие-то идейные конструкции, интересы, это все-таки задачи, которые по плечу профессионалам. Как говорится, тренироваться надо на кошечках. Вот как совместить эти две ипостаси студенческого телевидения? Сейчас это немножко действительно правильно вы говорите, путают понятия студенческое телевидение. Это что? Это для хом-видео, произведенное студентами. Например, да. В нашей доктрине это звучит в следующем. Это профессиональное производство руками студентов. Это вовлечение студентов в нашу профессию и создание контента, который востребован качественно. Вот это и для студенчества, и для молодежи. Вот я преподаю в университете, где 70% детей инвалидов. Тяжело? Тяжело. Даже доплаты есть в 3000 рублей в месяц. Я вас поздравляю с такой доплатой. Но дело не в этом. Дело в том, что все дети, они одинаковые, они все хотят получить компетенции в нашей профессии. Я считаю, что как раз мы рассчитываем же не только на людей, которые, как вот у вас, наверное, и у меня, в семье воспитывались и знают, что такое телевидение с детства, с рождения. Но ведь иногда люди меняют профессию по ходу жизни. И мы должны готовы быть к тому, чтобы предоставить плечо, помочь этому человеку получить новые профессии. Вот я, уезжая сюда, узнал, что один из вузов, где я активно сотрудничал, лишился лицензии. Бывает, что делать? Бывает, бывает, коммерческий вуз. Жалко? Жалко. Кого жалко? Студентов жалко. И немножко преподавателей, я думаю. Ну, немножко преподавателей. Ну, преподаватели вы знаете, да? Преподаватель может выбирать студента, к сожалению. Куда поступит, баллы его туда, он и пойдет. И подешевле, и так далее. Вопрос уже совершенно утилитарный. Я вот сейчас примериваю ситуацию на себя, на коллег по медиа-центру, по телекомпании Казанского федерального университета. Думаю, хорошо, вот мы сейчас вещаем. У нас есть канал в Ютьюбе, достаточно много, я считаю, подписчиков. Благодаря сотрудничеству с Таттелекомом мы имеем выход в кабельное телевидение, то есть на республику. Мы в сетке вещания стоим. Но все равно это вот локальная, да, такая мы решаем локальные задачи. Если я правильно понимаю суть вашего проекта, вот по мере его реализации, вы ведь приехали для того, чтобы, если это не является большой какой-то тайной коммерческой... Ну, от ваших телезрителей у меня вообще никогда тайн не было. Ну, это, да, это обнадеживает. Спасибо. Так вот, правильно ли я понимаю, что вот мы входим в МАСТ, да, вступаем, подписываем документы, мы, я имею в виду, Казанский федеральный университет, и вот телевидение КФУ получает, по крайней мере, ну, в теории, да, выход на общероссийскую аудиторию? Во-первых, два уточнения. Да. КФУ уже является членом МАСТа. Окей. Ректор Казанского федерального университета, я надеюсь, сегодня согласится войти в попечительский совет. Я привез такое предложение. Так. Вы являетесь опорным вузом в регионе. Следовательно, у вас уже открыто представительство МАСТа и подписаны документы, когда я приезжал в прошлый раз. Ну, это я задаю больше, чтобы телезрителям стало понятно. Следовательно, был уже КФУ, канал получили возможность давать свои материалы на канал просвещения, который распространяется по всей нашей стране. Уже на федеральном уровне. И КФУ уже знают не только на региональном уровне, а уже знают везде. И на Дальнем Востоке, посредством передачи медиакарта «Высшая школа». КФУ уже знают. Те форумы, которые проводит МАСТ, ваш университет уже принимает участие, задает вопросы и посещает. Владимир, давайте немножко сойдем с нашего университета. Я ведь имел в виду подтекст небольшой. 93 или 94 вуза, вы сказали, подали заявки. Да, да, да. Как с ними-то? Они тоже ведь будут говорить, а, у нас тоже есть интересные программы, у нас есть интересные люди. Мы тоже хотим, чтобы нас вся Россия видела. Все члены МАСТ имеют право на еженедельное вещание на канале просвещения. Если есть документальные фильмы, мы их показываем. У многих в вузах есть документальные фильмы, которые показываются на федеральном канале просвещения. Это есть. Но помимо этого, каждую неделю идут информационные выпуски. Если вузы увеличиваются в количестве, то мы делаем выпуски по временным сдвигам. Окей. Смотрите. Для этого должна существовать некая все равно центральная редакция. В сутках 24 часа. Вузы 94. Контент, который производят телекомпаниями, медиа-центрами, вузов достаточно большой, по крайней мере, что касается нашего университета. Кто-то же должен, выражаясь попросту, фильтровать, отбирать. Вот эта программа пойдет, вот эта программа не пойдет. Я не буду сейчас называть вуз, потому что я один раз назвал, но меня обиделись. Давайте, без назначения. Первые программы нам приходилось действительно резать чуть ли не в половину в связи с некачественным контентом, скажем так. Ну, через где-то месяца три-четыре мы указали на их недостатки, и дальше все пошло как по маслу. И так мы работаем со всеми вузами. Как только вуз входит, мы первые программы смотрим, анализируем, а дальше даем и доверяем членам МАСТ делать программы, которые они считают нужными. Мы знаем, что они на хорошем качестве, они не содержат ни экстремизма, ничего такого, что запрещено Роскомнадзором. Там нет ни курения, ни распития. То есть в рамках действующего загназа. Абсолютно верно. Но у них полный канбланш на создание этих программ. Мы никому не указываем, вот покажите Васю или покажите Петь. Они сами знают, они сами редакция, какой сюжет нам прислать. Нам единственное, что надо его обработать, посмотреть его качество. И найти ему время в сетке. У нас каждую неделю меняется сетка. Вот сегодня, вернее, вчера уезжая из Москвы, я получил 23 программы для показа на канале просвещения. Прекрасные программы просветительского образовательного плана. Мало того, сейчас идут программы из Казахстана. Сегодня 22 июня. День скорби. День начала Великой Отечественной войны. И везде приспущены флаги. Мы сегодня показываем замечательный фильм «Брестская крепость», который был создан казахским режиссером. И в связи с этим, раз уж такая дата, хотел бы сказать, Россия — это не только одна страна, это все страны, которые любят Россию. Это и Казахстан, и Белоруссия, и Армения, и Белоруссия, и все другие. И вот этот режиссер, создав этот фильм, я спросил его, могу ли я рассказывать эту историю. Он сказал, что можете. Он был в Германии. У него был фильм «Готов». К нему подошел менеджер и сказал, хотите, я дам вам 20 тысяч долларов, но вы должны изменить концовку. Вы должны... Там речь идет о могиле солдата, которую захоронили с неправильным именем. Вы должны изменить концовку, что СССР было все равно, они не любили мелкие народы. Ну, как-то так вот, что-то такое. Такое вот в конце сделать. Он сказал, как я приеду домой, как я людям в глаза буду смотреть. У него было 5 евро в кармане, а ему предлагали 20 тысяч евро, и он отказался. И поэтому я сказал, дай мне фильм, я его обязательно покажу в канун начала Великой Человеческой войны. Поэтому, молодые режиссеры, молодые медийщики, берегите честь с молоду. И тогда вы будете классными специалистами в области масс-медиа. Ну да. То есть, любые профессиональные навыки ничто без этической позиции. Абсолютно с вами согласен. Абсолютно согласен. Мысли понятны. Но, к сожалению, мы живем в очень таком меркантильном мире, да, при всех вот чудесных проявлениях, благородстве отдельных характеров. И у любого проекта, в том числе и у такого нацеленного на просвещение, на образование, существует своя экономика. Те вузы, у которых есть свои телецентры, ну, они, понятно, они финансируются, у них свой бюджет, они развиваются. Но, насколько я понимаю, должен быть какой-то совокупный бюджет. Вы должны оплачивать сигнал, да, вы должны иметь каналы определенные. Какие эти каналы? Я посмотрел ваш сайт, эти каналы просвещения, обратил внимание, что там есть такая специальная, как говорится, СЛ, такие клеточки, где можно, набив там короткий номер, пожертвования осуществить. И вы, когда заявляете свою миссию на телеканале, вы делаете акцент на том, что вы не ставите себе задачу извлечения прибыли. Ваша задача, ваша миссия, это совершенно другое, это развитие образования, науки и культуры. Да, верно. Да? Это возможно делать только на каких-то вот таких пожертвованиях, на таком каком-то краудфандинге, как сейчас принято говорить. Или у вас есть бюджетирование, скажем, из бюджета Миноборнауки Российской Федерации или из каких-то других источников? В чем экономика проекта? К сожалению, хочу вам сказать, нет у нас бюджета от Министерства образования и науки Российской Федерации. Никогда не было, за 7 лет. Очень жаль, вообще-то. 36 лет я в телевидении, я начинал в 19 лет еще электромехаником по ремонту видимоготофонной техники. Тогда были кадр 3ПМ, кадр 3, 30 серии. Ну, специалисты меня поймут. Кадр, потом ВПР, и БЦН, и УМАТИКИ. Так вот, смотрите, что в телевидении главное? Первое, команда. И второе, качественный контент. И чтобы все остальное было бесплатно. Для кого? Конечно, вы правы, очень тяжело. И эта строка, которая там есть, она же неспроста. Я уже, наверное, лет 15 занимаюсь бизнесом, продакшен. Я профессиональный режиссер, профессиональный оператор, профессиональный монтажер. Монтажер, оператором я проработал 15 лет японской компании Асайи. Монтажером я с 82-го года. Я монтировал на программе «Время», «Доброе утро», «Смолчану», «Сложная техника», тоже профессиональный монтажер. Был в группе освещения визитов первого лица государства, руководил монтажной бригадой. У меня эти профессии в руках. Для семьи, для себя я всегда зарабатывал. Достаточно, скажем так. Не мне вам рассказывать, как это производится в фильме. Особенно, если все в одном флаконе. Согласен с вами, когда мы открыли канал, все средства, которые были накоплены, они практически ушли на стартап-канала. Это закупка серверов, навещание, камер дополнительных, много-много другое. Ну, вот седьмой год справляемся. Получаем гранты от государства, от президентского гранта. Ведь многие наши программы, как вы видели по сетке, они действительно социально значимые. И трудно было бы предположить, что кто-то это не видит или кто-то это не замечает. Это так. Я благодарен, конечно, немногим, или многим государственным чиновникам, которые разделяют наши чаяния в отношении просвещения, образования. И вы знаете, за последние семь лет кардинально все изменилось. Сегодня это все по-другому. Пришли к власти новые люди, изменилось мировоззрение, психология. Многие стали понимать, что вот не туда шли, вот надо туда идти. И тут есть мы, тут есть канал, тут есть востребованность продукта. И многие сейчас стали помогать. Это правда. И в Министерстве образования, Вячеславович Каганов, и Ольга Юрьевна Васильева, и многие другие структуры, видят необходимость именно в этом контенте. Ведь мы в семье как детей воспитываем? На хорошем примере, с хорошей книжкой. Это я говорил 7 лет назад еще, когда открывал канал. А почему на каналах федеральных мы воспитываем матом, грязью, ложью, взрывами? На каком основании мы имеем право показывать нашим детям такие вещи? Почему мы их воспитываем именно на этом? Это я говорил 7 лет назад. Представьте себе, и мои статьи первые. Вы справедливы. Применительно ко многим и многим программам большой тройки нашей. Сейчас многое изменилось. И я надеюсь, что и дальше будет изменяться. И канал просвещения, портал МАСТ, и наша общая консолидация вузов, факультетов, она будет востребована. И мы, я уверен просто. Если бы у меня не было уверенности, я бы, наверное, этим делом не занимался. Я думаю, мы идем вперед. И самое главное, тут, конечно, иностранные государства, иностранные медиаучастники. Вот недавно я разговаривал с Бажидаром Митровичем. Это Сербия. Там два вуза будут вступать в МАСТ. Это тоже здорово. Это уже Европа. Слушайте, Владимир, вот эти вузы, которые вы подключаете, ну, давайте округленно, 94-96, ну, около ста вузов, да, будем говорить, да. А нет идей, ну, просто внятно сказать. Вот, в частности, вы здесь сегодня в Казанском федеральном университете. Ребят, ну, вот такая ситуация, да, существует. Высокое, ради чего мы, как говорится, работаем, но существуют, к сожалению, и такие вещи, которые вполне себе в долларах, в рублях, в фунтах измеряются. То есть подключить вузы в какой-то степени, ну, я не знаю, как это можно назвать там, довольно часто в таких организациях существуют членские взносы. Они есть, членские взносы у МАСТа. Их достаточно? Членские взносы равняются 60 тысячам рублей в год. С одного юридического лица? Да, да. Эта сумма была установлена на Совете ректоров и Москва-Омской области, когда мы обсуждали. Семь лет назад? Нет, это было два года назад, когда создавался МАСТ. Но маловато же. Ну, мы сейчас не об этом, ведь многие вузы даже не могут камеру купить себе дополнительную. Понимаете, вузу рознь. И если мы с вами хотим привлекать не только крупных монстров в работу МАСТа, а вузы других регионов не буду называть. Я просто во многих был и видел медиа-центр, оснащенный одной камерой и тремя светильниками, и микрофон. Все, больше у них ничего нет. Им выделили 70 тысяч по какому-то гранту, и они это купили, дополнительный объектив. О, Господи. А для того, чтобы их вовлекать, может быть, им даже надо скидку делать с этих 60. Им доплачивать? Ну, может быть, как это сейчас было у нас. Не буду называть регион. У нас возникла необходимость производства одной программы. Мы наняли сотрудников этого медиа-центра, они заработали деньги, а не члены МАСТ. Вы показали. И мы это показали. Вот это вот взаимовыгодное сотрудничество, оно должно просто нарастать. Нужен нам сюжет о Казанском каком-то... О ветеринарной академии, давайте. Ну, к примеру, да. К примеру, да. Есть деньги, заказали, сняли, отправили, показали. Вот так надо работать. Понимаете, мы должны как сеть контактировать, взаимодействовать, а не присылать группу суда, тратить огромные деньги на билеты, на проживание. Зачем? Вот сейчас в Петербурге возникла необходимость взять интервью у одного из участников международного форума. Зачем мне туда посылать группу из Москвы, если я могу позвонить ректору или директору медиа-центра, и он направит туда группу, я ему перешлю необходимые деньги, но они гораздо меньше будут. Это и есть создание корт-пунктов по всей стране на базе высших учебных заведений или средних учебных заведений. Неважно. И школы надо подключать сюда, и школьные медиа-центры подключать надо. Это грандиозный проект. Очень. Очень. Ну, я не один. Мы все вместе, все понимают, что это нужно делать. Я думаю, мы справимся. Владимир, я искренне желаю вам просто вот, не просто успехов, а удачи, потому что здесь, по-моему, без удачи не обойтись. Мы с вами до эфира немножко об этом говорили. Я, когда попробовал представить себе масштаб затеваемого проекта, мне немножко стало страшновато. Но, судя по тому, что вы говорите и как вы говорите, вы действительно убеждены в том, что мы прорвемся. Я хочу вам искренне пожелать, чтобы это произошло, чтобы канал просвещения обрел новые качества, чтобы медиаструктуры высших учебных заведений в России, в странах СНГ, вот вы уже и балканские страны упомянули, Сербию в частности, чтобы они как-то все-таки действительно работали в единой сети и, по большому счету, на одну задачу, на то, чтобы воспитать человека и образовать человека. А умный человек всегда поймет, где правда, а где ложь. И наша задача как раз создать, воспитать медийщика. Ведь от кого идет информация везде? От медийщиков. Воспитав, дав правдивую информацию медийщикам, научив их грамотно работать, пользоваться русским языком так, как необходимо сегодня, мы и воспитаем ту как раз элиту в медиапространстве, которая будет давать информацию другим. Огромное вам спасибо за интервью, еще раз дай бог вам удачи, успехов, главное не терять энергии и, конечно, грандиозное терпение. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что это была программа Акцент, в студии был Владимир Евгеньевич Косинчук, генеральный директор телеканала «Просвещение» и исполнительный директор Международной ассоциации студенческого телевидения. Спасибо вам, спасибо вам, уважаемые телезрители, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова